Привет всем Звёздным Войнам Галактики, вы на канале Павла Ларина. Насколько нам сейчас известно, отдельный фильм, посвящённый Боби Фетту, был отменён Диснеем ещё в прошлом году. Тем не менее, к счастью, это не означает, что Бобу Фетта в новом каноне мы больше не увидим, вовсе нет. Ведь планируется, что во втором сезоне сериала Мандалорец он, скорее всего, будет играть одну из ключевых ролей. И хотя нам пока что ничего не известно о том, что же с Бобой Феттом в новом сериале будет происходить, я могу сказать точно, что в старом каноне с этим наикрутейшим охотником за головами и в период уничтожения второй Звезды Смерти и до этого происходило огромное количество событий, и Боба Фетт десятки, а может быть даже сотни раз, был упомянут в различных сериалах, книгах и комиксах, некоторые из которых выпускались аж во второй половине 20 века, то есть десятки лет назад. Как многие из моих самых преданных зрителей могут помнить, Примерно полгода назад я выпускал видео, в котором речь шла о ребенке Боба Фетта, дочери по имени Эйлин Вэл, которая родилась от его официальной жены, мандалорки из расы кефаров по имени Синтас Вэл. Впрочем, видео сегодня, как ни странно, посвящено не ей. Несмотря на то, что и Боба Фетт, и Синтас Вэл в начале своих отношений еще не очень глубоко были погружены в мандалорианскую культуру, они, тем не менее, поженились именно по мандалорианским традициям, зачитав знаменитая брачная четверосишия на языке мандо-а, а символом их брака стал привезенный с планеты Кифу, родины кефаров, драгоценный камень, известный как Сердце Огня, по легенде содержащий частичку кефарской души. Впрочем, несмотря на то, что брак этот был заключен по любви, очень счастливым он не был. Ввиду, так скажем, специфики своей работы, Боба Фетт постоянно пребывал в отъезде и не мог часто видеться со своей семьей. Однажды он и вовсе был изгнан с мандалорианской планеты Конкорд Доун за убийство мандалорца, который попытался изнасиловать его жену. Несмотря на то, что Боба Фетт любил свою жену всем своим сердцем, его вынужденное отбытие с планеты не прошло гладко. Мало того, что большая часть населения, ставшей для него родной планеты, считала того преступником, убивающим из-за собственной злости, так еще и неразрешенные споры со своей женой, накопившиеся из-за долгих поездок, вылились в ремарки Боба Фетта по поводу того, что он и вовсе сомневался, была ли Эйлин Вэл его собственной дочерью или нет. После вышеуказанных событий Боба так никогда полностью и не помирился со своей женой и его собственная дочь и вовсе продолжала считать Бобу злодеем, покинувшим семью из-за собственного эгоизма. Хотя на самом деле он никак не мог предотвратить свое изгнание и слишком раннее возвращение на Конкорд Доун могло бы привести к тому, что Боба бы оказался арестованным и казненным. И хотя впоследствии его статус будет реабилитирован, и он даже станет Мандалором, все это произойдет в совсем другую эпоху. А мы же сейчас мысленно перенесемся в год первый до битвы за Явен. То есть в год, когда Альянс Повстанцев еще был только на заре своего плана по свержению правительства Палпатина. В тот год, когда Бейл Органа еще был жив, а его родная планета, Альдераан, еще не разлетелась на миллионы осколков, взорванная ужасающей звездой смерти. В тот год с Бобой Феттом по голос-связи связался тот, кого в далекой-далекой галактике боялись миллиарды, таинственный темный лорд-ситов Дарт Вейдер. Дарт Вейдер уже на тот момент не раз давал Бобе Фетту поручения, поскольку за свою работу Боба Фетт брал хоть и много, но выполнял ее качественно. Впрочем, в этот раз его целью стал Орешек куда более крепкий, чем никогда ранее. В этот раз его целью был джедай-клон, известный как Старкиллер. И вот мы, наконец, подходим к той женщине, теме которой и было посвящено сегодняшнее видео. К женщине по имени Заша. Ну или к Саша. А может быть даже к Заша. Тут уж кому как больше нравится, ибо, насколько мне известно, каноническое произношение ее имени так нигде указано и не было. И хотя по факту у Боба Фетта девушек, ну или женщин, говорите как хотите, возможно было намного больше, чем две, лишь история к Саше была по-настоящему для нас раскрыта. Насколько я помню, Ксаша была единственной девушкой, появлявшейся в комиксах по Звездным Войнам, кроме непосредственной жены Боба Фетта, чувства которой хоть как-то были выражены в диалогах, а также в смысловых намеках, проскочивших в официальных картинках из комикса. Правда, природа к Заши все-таки в некотором роде показана как двойственная. Не говоря еще о том, что, как потом выяснится, даже имея отношение с Бобой Феттом, и я бы даже добавил, особенно имея отношение с Бобой Феттом, Ксаша скрывала от него один очень большой секрет, который впоследствии приведет прямого потомка Джанго Фетта в истинную ярость. Когда Боба Фетт познакомился с Сашей, нам неизвестно. Хотя, судя по некоторым намекам из сюжета комикса «Сила Необузданная 2», посвященного тому, что происходило с Бобой Феттом, в то время как Гален Марик, ну или его клон, был на окатании модии, а потом покинул ее, Боба Фетт и Ксаша были знакомы уже несколько недель, месяцев, а может быть, даже лет. И я думаю, ближе к концу видео вы даже сами сможете догадаться, почему это было так. Кстати, если хочешь, можешь даже написать про это в комментариях, если кому-то из вас уже известно, о чем идет речь. Была ли между Бобой Феттом и Ксашей настоящая любовь? Ну это вряд ли. Ни Боба Фетт, ни Ксаша никогда не раскрывали друг другу все свои секреты. И речь идет даже не о каких-то неприятных деталях прошлого, а даже о деталях касательно тех миссий, в которых они участвовали сообща. К примеру, в той самой миссии, о которой, собственно, и рассказывается в комиксе Сила Необуздана, когда Боба Фетт полетел со своей боевой подругой на вышеупомянутый мир кошелек неймодианцев Ката Неймодио, чтобы вместе выследить сбежавшего ученика Дарта Вейдера по имени Старкиллер. К слову говоря, в той миссии Боба Фетт, как всегда, показал себя хладнокровным наемником, которым он не являлся, не обращавшим особого внимания на все те разрушения, которые были вызваны Старкиллером во время посещения им, оккупированной имперскими войсками Ката Неймоди. Ксаша же в той миссии была скорее похожа на главного героя из игр серии Fallout, за которых многие из нас наверняка тоже играли и тоже помнят ощущение того, когда вокруг разбросаны трупы противников и тебе ну прямо очень хочется их облутать, забрав все самое ценное из их снаряжения себе. К примеру, броню имперских штурмовиков, которая очень ценилась на черном рынке и которая формально была запрещена к продаже, но несмотря на это все равно выгодно продавалась и покупалась различными криминальными элементами вроде контрабандистов. К слову говоря, само обмундирование Ксаши по всей видимости тоже было не из дешевых, сочетая в себе детали как колонических одеяний вроде их знаменитого шлема, так и мандаларианской брони. Чего только стоят раскладные металлические пластины на живот, которые вне боя можно было отодвигать, тем самым показывая миру свой накачанный пресс. Очень удобно. Кстати, если вам интересны вопросы мандаларианского обмундирования, то милости прошу к моему видео, сделанному специально на эту тему. Кстати, а вам никогда не казалось, что Ксаша, ну уж, очень сильно похожа на Сабину Рен из сериала Повстанцы? Причем не только обмундированием, но даже прической и цветом волос. Кстати, а хотелось бы тебе увидеть Ксашу в каких-нибудь из произведений нового канона, особенно в сериале Мандалорец, где она могла бы обсуждать с Бобой Феттом секреты их прошлого, включая и упомянутый мною ранее злой секрет Ксаши, который ближе к концу комикса привел молодого Фетта в бешенство. А в чем этот секрет состоял? Ну, в первую очередь в том, что Ксаша оказывается так же, как и Боба Фетт, работала на Вейдера и время от времени собирала его генетический материал, который она передавала Вейдеру. Ну, может, не лично в руки Вейдеру, но факт остается фактом. Гены Бобы Фетта были перевезены к Сашей и переданы имперским представителям Накамино, где было выращено новое поколение клонов, теперь уже основанное не на генетическом материале, предоставленном Джанго Феттом, а на основе генетического материала, который был взят у Бобы. Впрочем, этот эксперимент империи по созданию второго поколения клонов успехом не увенчался. Как я указал выше, Боба Фетт смог во время пребывания Накамино раскрыть маленький секретик своей подруги и, придя от этого бешенства, отправился громить имперскую лабораторию вместе со всеми развивающимися в ней клонами. Так что да, отвечая на вопрос одного из подписчиков, я могу с уверенностью сказать, что клонов действительно можно изготавливать на основе материала других клонированных существ. И тут именно что проявляется двойственность природы к Саше как к девушке Бобы Фетта. С одной стороны, она многое скрывала от него, тем самым выступая агентом Вейдера против Бобы. А с другой стороны, ей было жаль расставаться с Бобой, когда тот решил полететь на Камино после битвы с Горогом на Акатой Неймодии. И, судя по выражению ее лица, ей бы очень хотелось, чтобы он вернулся оттуда живым, даже несмотря на то, что ее тайная работа на Империю рано или поздно могла бы стать явью. Хотя, может быть, эти эмоции расставания были не более чем актерской игрой к Саше, и Боба для нее не значил ничего. Ведь когда она узнала о том, что Старкиллер, которого и должен был обнаружить Боба, прошел через все трудности на Ката Неймодии ради своей возлюбленной, это вызвало у нее не более чем усмешку. То есть, вряд ли Ксаша верила в настоящую любовь и вряд ли бы была готова, подобно Старкиллеру, пожертвовать своими интересами ради Боба Фетта. Хотя, кто знает, кто знает. Кстати, а каковы твои мысли по этому поводу? Пиши об этом в комментариях. Мне бы очень хотелось узнать твое мнение. Ну а на этом наша история о Ксаше, партнере женского пола Боба Фетта, подходит к своему логическому завершению. Мне очень приятно, что видео зацепило тебя настолько, чтобы досмотреть его до конца. Если оно тебе понравилось, то не поскупись, поставь лайк и поделись моими видео с друзьями и подругами. Это очень важно для развития моего канала. За это мое искреннее спасибо. Ну и конечно же, не забудь подписаться и нажать на колокольчик, чтобы регулярно смотреть новые интересные видео во вселенной Звёздных Войн. Как говорили древние, позволь силе сопровождать тебя и увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok